Сегодня большой разбор страницы Михаила Пазникова про маркетинг, про его две маркетинговые услуги. Первая услуга – подбор маркетологов в штат для вашего бизнеса с гарантией. Миша берет ваши задачи какие-то маркетинговые, находит под них исполнителя в виде будущего сотрудника-маркетолога и проводит его по необходимым этапам собеседования, чтобы он к вам прижился. Это первое. Второе – это консультации. Миша берет ваши вопросы, разбирает их, помогает вам решить какие-то сложные философские маркетинговые вопросы. Вот эти две странички, ссылки будут на них внизу в том виде, в котором они сейчас, в том виде, в котором я их вижу сейчас. Скорее всего, у вас они будут уже другие. Поэтому вот будет сейчас интересно сравнить, что он поменял. Для начала общий обзор. Здесь Миша знакомится с нами, говорит про суть задачи. Кстати, вот тут нормально написано, более-менее. Найду специалиста под вашей задачей, прособеседую, введу в должность. Буду сопровождать на испытательном сроке. Нормасик. Тут же кнопочка на заполнить заявку. Кто-то Михаил Пазников, директор по маркетингу. Дальше он начинает рассказывать, почему маркетолог должен нанимать маркетолога. Это он посвящен. Вот этот экран, вот эти два экрана, вот этот экран. Это все объяснение того, почему маркетолог должен этим заниматься, а не HR, а не человек с хохору или просто какая-нибудь секретарша. Рассказали про это, потом говорят, я помогаю избежать 95% ошибок. Тут он переходит к описанию своей собственной услуги. Кто он такой, фотография его. Дальше он объясняет в 10 пунктах процесс, как он будет собеседовать и вводить человека в должность. Кого он помогает найти. Отзывы. Довольно типовой блок. И в конце call to action это его призыв, в смысле это его страница про найм. А теперь страница про консультации. Аналогично устроена вторая часть, начало немножко другое. Сначала он говорит, что за 10 лет в маркетинге для меня нет новых задач. Я все уже знаю, я понимаю, как вам помочь. Вам купить опыт дешевле, я экономлю вам несколько сотен тысяч рублей. Вот какие задачи, какие боли я помогаю вам снять. И дальше примерные результаты консультации. Типа мини-кейсы, их тут 8 штук. Потом скриншоты того, как обычно происходит консультация. К этому есть вопросы. Отзывы, понятно. И в конце 3 тарифа для этих самых консультаций. В конце еще ответы на вопросы. Ответы на вопросы прикольные. Значит, я бы хотел построить наш разговор вокруг вот этих вот 5 пунктов. Потому что они в той или иной степени применимы и там, и там. Это будет длинный довольно разговор. Много чего есть сказать про это. И это будет полезно, наверное, тем из вас, кто занимается так же какими-то интеллектуальными услугами. Услуги сложные. Для них нужно как бы готовить людей, обучать их чему-то. Как бы это не что-то, что ты берешь просто с полки вот первого попавшегося встретил. И ему доверил свой бюджет, свое время, внимание. То есть, это вот история про некий уровень тревоги, про некий уровень боли. Иногда это история о том, что ты даже не знаешь, что тебе эта услуга нужна. Вот об этом сейчас поговорим. Как из этого сделать хорошую промо-страницу. И надо ли здесь вообще промо-страницу. В общем, начнем с первого пункта. Какая это часть воронки. Давайте вспомним, что такое воронка вообще. Воронка продаж – это такая умозрительная схема того, как человек меняется в голове своей на пути к вашему товару или услуге. Сейчас чуть проще объясню. Мы начинаем с того, что люди вообще не в курсе, что бывают такие услуги, ну, как в случае с Михаилом, например, найм маркетолога с помощью другого маркетолога. То есть, просто ты знаешь, что, может быть, есть маркетологи, но ты не знаешь, что их можно нанимать как-то профессионально. Вообще не в курсе сферы. Потом ты знаешь, что в целом их можно нанимать, но ты не знаешь, что это можно нанимать силами маркетолога Михаила Пазникова. Ты узнал об этом, и дальше ты начинаешь думать, а когда тебе это нужно. У тебя в какой-то момент формируется потребность. То есть, ты знаешь, что Пазников... Ну, например, вы сейчас смотрите мой видеоролик. Вы узнали, что Пазников нанимает маркетологов. У вас... Вот вы сейчас на этом как бы этапе, вот где-то между этим и этим этапом, да, вот вы узнали. Дальше вам... Вы не будете сейчас прямо идти заказывать себе маркетолога. У вас, скорее всего, потребности в нем нет прямо сейчас. Поэтому нужно дождаться, когда у вас эта потребность появится. И вы с этой потребностью придете, возможно, на эту промо-страницу. Вы ее вот как-то запомните, что, а, у Ильяха был там какой-то разбор. Потом вы посмотрите на Михаила и подумаете, а что я только на него смотрю? Мне уже нужно посмотреть других. Не все люди этот этап проходят. Кто-то проискакивает сразу и заказывает конкретно у этого человека. А кто-то выбирает из других, там, гуглит, ищет других маркетологов. Думает, так, ну, если этот знает, как нанимать, то, может быть, другие маркетологи знают, может, ему нужно подешевле. Короче, начинается какой-то торг, да, выбор самого лучшего варианта. И в конце ты выбрал лучший для себя вариант. И заключаешь сделку, платишь деньги. Это в общем самом смысле. Надо понимать, что вот эта вот вся воронка, она очень редко происходит одномоментно. То есть очень мало людей в очень небольшом количестве услуг проваливаются от полного незнания к сделке за один присест. В случае с маркетологами это вообще так не бывает. А, ну, какие-нибудь продукты, типа, ну, давайте представим, что это инстаблогеры какие-нибудь там, ну, или просто любые блогеры рекламируют там для девчонок каких-нибудь, какую-нибудь классную тушь для ресниц. И да, как бы это импульсный спрос. Мгновенно у тебя вот было одушевление, что вот такая красивая девушка с такой красивой, значит, тушью, значит, мне тоже надо такое заказать. То есть, как бы, в принципе, логично. Ты знаешь, что бывают туши вообще. Узнаешь, то есть ты был на этом этапе. Потом ты узнаешь, что она есть вот такая конкретная. Смотришь пост этого блогера, узнаешь этот продукт подробно. Тут же у тебя эмоционально рождается потребность скорее ее купить. Тут же выбираешь, берешь название этой туши, вводишь на маркетплейсе, выбираешь самое лучшее предложение, совершаешь сделку. Не обязательно самое дешевое. Может быть, с лучшим сервисом, с какими-то лучшими условиями. Не важно. Важно, что вот ты этот путь проходишь вот типа с этого этапа до этого, ну, типа за минут пять. Но это может быть за минуту. И если так, то это очень хороший результат. Ну, типа, мгновенная конверсия. Чаще, конечно же, не так. В случае с Пасниковым, скорее всего, ты находишься на этом этапе. Ты не знаешь, что маркетологов можно профессионально нанимать. Потом ты на этот этап и на этот этап. Будешь переходить за несколько касаний. Типа сначала ты в одном месте прочитал пост об этом, потом прочитал кейс, потом у тебя кто-то из друзей что-то тебе сказал. Может быть, ты посмотрел Пасникова в каком-то подкасте. И потом у тебя появилась потребность, и ты вспомнил этого маркетолога, который предлагает нанимать. И вроде бы звучит логично, что у тебя сделка будет как бы растянута во времени. Продвижение по этой воронке будет растянуто. И тогда вопрос, рационально ли, полезно ли попытаться всю эту воронку запихнуть в одну промо-страницу. Потому что это именно то, что Михаил делает здесь. Первая проблема, о которой хочется поговорить, это почему Михаил пытается на странице, где он уже продает услугу, научить меня тому, что вообще эта услуга существует. Как я попал на страницу услуги, о существовании которой я сейчас не догадываюсь. Как я делаю вывод, что эта страница пытается меня научить. Потому что буквально вот первый же абзац основного тела страницы обучает меня тому, почему маркетолог должен нанимать маркетолога. А не руководитель там какой-то, а не HR. И вот этот экран, вот этот экран, это все вот эти экраны мне рассказывают, почему маркетолога должен нанимать маркетолог. И это должен быть Михаил Пазников. Из-за того, что этот контент здесь идет в начале страницы, читатель очень быстро устает и не сразу понимает, зачем ему это рассказывать. Уже здесь дальше, когда он начинает рассказывать о себе, появляется более-менее ясность. Окей, существует некая услуга, Михаил эту услугу оказывает. Окей, хорошо, вот с этого места более-менее понятно. Но то этого места ощущение, что Михаил пытается за один присест и научить меня этой услуге как таковой. То есть просто как бы пройти со мной вот эту верхнюю часть воронки. И одновременно потом после этого, когда у меня уже сформировалась потребность, помочь мне сделать выбор и совершить сделку. Вот это вот мне кажется вредно. Я бы порекомендовал Мише попробовать сделать версию этой страницы, где нет этой верхней части. Где нет вот этого экрана, нет этого экрана, нет этого экрана, нет этих cool stories, а начать сразу вот отсюда. Может даже на самом деле вот отсюда. Может быть и отсюда, как бы тут неплохая фраза. Я помогаю избежать 95% ошибок. Вот это бы вот самое начало сюда, или может быть даже вот сюда вторым абзацем. То есть берем это, убираем вот эту вот как бы предысторию. А весь контент, который мы убрали, про то, кто кого должен нанимать, про цену ошибки, про историю, про то, как перебирают маркетологов и целый год сливают деньги. Это все направить на другие каналы. Какие это могут быть каналы? Статьи и кейсы на тематических сайтах. Там VC.ru, Коса, какой-нибудь там блог, блоги, диджитал агентств. То есть любые места, где тусуются руководители и собственники, которые думают про маркетинг. Телеграм-каналы, связанные с маркетингом и бизнесом. Выступления на конференциях, связанных с бизнесом. Подкасты про бизнес, около бизнеса. Может быть, нужно Михаилу ходить на эти подкасты к другим людям. Может быть, ему нужно самому организовать подкаст, записывать его. Но не обязательно подкаст как бы устный. Можно подкаст и видео записывать. В любой комбинации важно, чтобы ты мог собрать аудиторию, привлечь к себе людей. Либо ты гость чей-то, и кто-то умеет с тобой говорить. Либо у тебя интересные гости, ты с ними общаешься, и в процессе, например, этого разговора, ты рассказываешь какую-то историю. Например, это будет история о том, как у тебя был клиент, у которого он менял 13 маркетологов в течение двух лет, потому что каждый новый маркетолог ему вешал новую лапшу, он на это велся, и, короче, у них ничего не получалось. Тебе нужно с вот этим вот обучающим контентом, который про почему маркетолога должны нанимать маркетологи, почему нужно маркетологам нанимать компетентно, что бывает, если у тебя маркетологи там не такие, не сякие. Нужно эту информацию нести туда, где люди уже находятся, с одной стороны, а с другой стороны, куда они приходят для развлечения. Потому что они на твою промо-страницу, вот сюда, они же вряд ли придут просто между делом. Они сюда придут по какому-то запросу. Откуда они придут? Они придут из этого же самого контента, из подкастов, из кейсов, сайта ВСИ и так далее. И когда они сюда придут, им не нужно заново читать все эти байки. Им сразу нужно перейти вот к этой части. А у тебя получается, что я прихожу на эту страницу, и ты заново меня пытаешься научить, зачем мне это. И это не очень хорошо. Аналогичная история вот здесь, в твоей странице про консультации. И здесь ты говоришь, купить опыт дешевле, чем нарабатывать его самому. Опять, ты пытаешься мне объяснить, вот с точки зрения этой логики, ты пытаешься мне объяснить верхний край воронки. Ты пытаешься меня в этом, по этому верхнему краю провести за один присест и тут же продать услугу. Мне кажется, это не совсем реалистично, потому что люди не принимают решения так быстро. Людям нужно несколько контактов с тобой. А для того, чтобы у них было с тобой несколько контактов, тебе нужно им создать цепочку контента. Она может быть медийная, она может там телеграм-канал, может быть, это будут гайды, может быть, это будет там цепочка каких-то tripwire-ов, какого-то бесплатного контента, может быть, даже платного контента. Может быть, ты это в курсы свои какие-то встроишь, может быть, в чужие курсы встроишь. Короче, нужно с этими cool story, вот с этими cool story пойти туда, где люди готовы тебя слушать. И это не твоя промо-страница. И когда ты это сделаешь, им уже эти кулстории на этой странице не нужны, и тебе не нужно будет их пытаться упаковать в эту промо-страницу, делая ее довольно длинной, довольно тяжело читаемой. При этом можно ли эти истории здесь поселить? В целом можно, но тогда нужно по-другому это структурировать. Нужно вот здесь вначале создать правильные ожидания. На этой странице я расскажу, зачем нужна эта услуга, как она экономит время, ты должен создать контракт с читателем. Чувак, вот о чем будет эта страница. И потом ты делаешь навигацию. Проблематика этой услуги, в чем суть самой услуги, как на эту услугу заказать. То есть тебе нужно крупно, мощно, наглядно обозначить, о чем твоя страница. И чтобы переход из раздела проблематика в раздел услуга был явный. У тебя сейчас этого нет, у тебя неявный переход. У тебя вот здесь закончился ли скулстори? Потом говоришь, я помогу избежать 95% ошибок. У нас сегодня будет часто звучать это слово свидание. Если бы это было свидание, получается, что ты заодно свидание пытаешься человеку, девушке, рассказать все сразу о себе. Всю подноготную, от рождения до сегодняшнего дня. И работа, и хобби, и лечение, и все твои психологические травмы, и твои отношения с мамой, и с родителями, и с прошлыми девушками. Вот за один раз пытаешься рассказать все. И ладно бы, это был бы единственный твой контакт. Но у тебя в конце кнопка заполнить заявку и получить стоимость. У тебя после этой кнопки еще дальше с людьми будет общение. Тебе не нужно в таких деталях рассказывать все сейчас. Тем более, что люди, которые придут к тебе на страницу, они, скорее всего, про эту услугу уже что-то знают. Это нас переводит на следующую часть нашего разговора про детализацию. Давай вот сейчас об этом поговорим. Есть довольно распространенная проблема у многих людей, которые делают промо-страницы. Они пытаются в промо-странице выразить все, что у них есть про этот продукт. И в этом нет ничего плохого, если это реально единственное твое, единственное как бы свидание твое с клиентом. То есть, если у тебя вот есть одна страница, и после этой страницы у тебя нет ни других страниц с ответами на вопросы, ни другого какого-то контента, ни работы, активная работа отдела продаж, никакого вообще способа получить обратную связь. А у тебя здесь не та ситуация. У тебя здесь ситуация, что ты только начинаешь общение с человеком после этой страницы. Тебе не нужна такая невероятная детализация. И главный затык здесь – это вот это место, процесс. То есть, я предположу, что мы отпиливаем вот это, вот это, вот это, вот это. Теперь вот описание твое, какой ты хороший человек. Окей, ради бога. Дальше мы говорим про процесс. Ты не просто рассказываешь, из чего состоит твоя услуга. Ты здесь рассказываешь, как и почему ты делаешь каждый из этих этапов. Ты, опять же, детально обучаешь человека, почему будет именно так. Мне кажется, что для первого свидания, для первого контакта с твоим продуктом или услугой – это перебор. По детализации. При этом оно имеет определенную другую функцию. Эта функция – показать, что ты делаешь много вещей за эти деньги. Но, во-первых, мы не знаем, сколько это стоит. А, во-вторых, это самое главное. У тебя тут перечень из девяти пунктов. Из десяти даже пунктов. Когда у тебя перечень из десяти пунктов, никто вменяемый не будет эти десять пунктов читать. Это слепой перечень. Когда у тебя перечень больше, чем вменяемое количество элементов, которые может за один раз прочитать человек, это перестает быть читаемым перечнем. Чтобы избавиться от этого эффекта, тебе нужно разгруппировать элементы этого перечня на три группы. Первая группа, например, я фантазирую изучение твоей задачи. Вторая группа – вакансии и подбор. Третья – собеседование и онбординг, например. Ну или как-то по-другому можно разгруппировать. Можно сделать четыре категории. Две маловато. Четыре – как бы предел. А вот три – самое то. И тебе нужно теперь разложить твои услуги по этим группам. Причем ты ведь здесь не просто перечисляешь услуги. Ты говоришь, многие хорошие специалисты сами не откликаются и рассматривают только входящие предложения. Я ищу таких маркетологов и продаю им вашу аккаунт. Ты как бы учишь меня этой истории. А эта тема, понимаешь, для отдельного поста. На ВСРУ почему у вас не получается найти нормальных маркетологов по объявлениям? Потому что нормальные маркетологи не смотрят объявления. Нахрен им объявления. Они ждут, когда им предложат, потому что они на ВСОЛОТО. Я их знаю, я к ним приду. Пум-пум-пум. Для того, чтобы донести это до человека, вот этого информации мало, ты в нее не веришь, она как бы не оседает в голове. Потому что нет примеров, иллюстраций, демонстраций, как бы нет ничего, что могло бы зацепить внимание читателя, с одной стороны. А с другой стороны, оно вроде бы как сказано, но седьмой пункт из десяти, и он как бы здесь спрятан. Здесь никто это не будет читать. Поэтому задача просто перечислить услуги, все, что входит в услуги, чтобы люди убедились, что ты знаешь, что ты будешь делать, что у тебя есть план. А вот вся вот эта вот обучающая мякотка, которую там у тебя любовно со знанием дела расписано, фигачить ее в контент. Причем вот ты нафигачил весь контент, который ты мог нафигачить, и заново его фигачишь. То есть у тебя должно по кругу идти к публикации одних и тех же однотипных историй, по-новому, 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 на новых примерах, с новыми обстоятельствами, на новых клиентах, чтобы у людей формировалось знание о твоем продукте, а потом, когда они придут на знание о твоем продукте, уже они будут понимать, за что они платят. Тогда ты им говоришь, вот, ребята, все, что вы знаете, все, я вам это предлагаю. Это про детализацию. Не нужно пытаться на одном свидании, на одной промо-странице и ввести человека в проблематику. И объяснить пользу от своего продукта, и рассказать все в деталях, как ты будешь делать. Продать каждую мульку, ты это сделать не сможешь, потому что у людей внимания не хватает на это все. Им нужно это делать на протяжении недели, месяцев, на разных площадках, с кучей контактов, а может быть, даже уже и после того, как они начали с тобой общаться, уже с ними отвечаешь на их вопросы. А иначе будет ощущение, что ты перегружаешь людей какой-то ненужной им фигней. Плюс 10 пунктов нельзя, 3 пункта и пам-пам-пам подраздел. Та же абсолютно проблема с твоими примерами результатов консультации. Ты вроде бы написал много примеров, но они все однотипные, они выглядят одинаково. Их трудно читать, потому что это просто полотно текста, у них нет визуальных акцентов. Ты вроде бы как бы их донес, но они абстрактные, без примеров, без детализации, без предыстории, без подробностей, которые бы сделали их вроде бы полезными. Но они как бы есть, и получается, что и читать их неудобно, и неинтересно. И как будто бы они уже есть, и повторно их рассказывать нет смысла. То есть кажется, что их нужно отсюда извлечь и поставить туда, где людям будет это интересно изучать. Может быть, на страницу кейсов, может быть, как контент на ВСРУ, или в блоге, или там куда угодно, в подкасты. Отсюда это убрать, в больших подробностях на других страницах рассказать, тогда будет хорошо. Теперь поговорим про опродукчивание. В конце консультации у тебя есть вот эти три тарифа. И они характерны для продуктов, которые ты берешь с полки в неизменном виде. Типа у тебя есть курс, в этом курсе есть три варианта участия. Одно, второе, третье. Ты не можешь выбрать что-то посередине, ты не можешь договориться на спецусловие. У тебя вот есть либо вот эти три варианта, либо уходи. Почему так делают? Потому что, как говорится, курсов мало, а вас много. Потому что у нас вот такая как бы ритейловая система продажи. Мы не идем никому навстречу, не делаем кастомных условий под каких-то конкретных людей. Вот у нас вот типа такое предложение. На консультации это кажется неуместным, потому что консультация это ты лично пришел к человеку, ты хочешь с ним лично пообщаться. Посмотри, как у меня сделана консультация. Мой призыв к действию называется, чтобы начать, напишите. И это мой личный адрес. Это единственный адрес, на который мне можно написать. И это мой адрес, который я читаю, с которого я отвечаю. Ни тарифов, ни каких-то там дополнительных условий. Просто типа хочешь начать, пиши. А у тебя такое ощущение, что ты хочешь сразу людей заставить принять какое-то решение, как будто бы эти решения поменять нельзя. И это создает тебе проблему. Люди пришли к тебе за твоей личной консультацией. Ты говоришь, у меня три варианта. У людей появляются вопросы. Типа, а можно ли нечто среднее? А когда какой вариант подходит? Вместо того, чтобы просто типа, чуваки, я открыт вам, давайте поговорим. Ты им создаешь кучу каких-то условий. Так, как будто бы у тебя тысячи клиентов, которые должны с тобой консультироваться. И ты, чтобы как-то там утрамбовать их запрос, ты как-то сделал себе упрощенно. Но у тебя же не тысячи клиентов. Ты можешь каждому клиенту, который к тебе обращается за консультацией, поговорить с ним персонально. Почте там, по телефону, как-то так. А ты вместо этого такой, типа, нет, вот вам три тарифа. Но предложение, эта структура продажи не соответствует продукту, о котором ты говоришь. Причем у тебя другой продукт в виде найма. Он больше подходит для этого варианта, потому что найм разбит на какие-то этапы. Этап подготовки вакансий, этап собеседования и фильтрации, этап онбординга, там, и тестового периода. И вот за эти этапы можно брать отдельные деньги. Можно сказать, что смотри, этот этап стоит столько, этот столько, этот столько, а все вместе чуть-чуть дешевле. Тогда я понимаю, за что я плачу, потому что это три технологических этапа отбора, я с ними согласен. А у тебя здесь ты не этапы продаешь, не время продаешь, а ты сделал какой-то продукт, да? И ты этот продукт, типа, отдаешь. Но твоя консультация не продукт, это услуга. И в услуге ценно твое личное внимание, твое личное участие, твоя личная способность услышать, что человек тебе хочет сказать. И поэтому вот эти вот условия, кому что подходит, еще тем, кто не готов оценить в стоимость стандартной консультации и хочет пощупать потенциал с надеждой уложиться. Тут вот везде какое-то ощущение, что ты сам себе придумал вот эту вот необходимость делать эти три тарифа, и ты теперь костылями пытаешься решить проблемы, которые сам себе создал этими тремя тарифами. Я бы вместо этого поставил просто, типа, чтобы начать разговор, напишите туды, пишите, типа, цену, все, обсудим, как вам надо. И это позволит тебе дать более высокую цену твоих консультаций тем, кому это очень надо. А вот здесь наоборот, типа, стоимость этой услуги складывается из трех этапов. Ты можешь купить каждый этап по отдельности, или только первый, или первый, второй, или первый, второй, третий. Вот здесь, в этой более типовой структуре, где больше предсказуемых шагов, это было бы более уместно. Это вопрос про опродукчивание. Вопрос тональности. У тебя на странице консультации есть вайп, вот эта картинка, мышь, которую собрал все уже косяки и ведет маленького неопытного, это очень важно, он ведет за ручку маленького неопытного мышонка. Потом, за 10 лет в маркетинге я настолько преисполнился, что я уже перестал встречать новые проблемы, мне весь этот мир абсолютно понятен. Вы не уникальны, ваши проблемы решены много раз, а если вы уникальны, то вы дурачки, потому что у вас нет рынка. В этом тексте и в целом на этой странице написано, я устал от маркетинга, я устал от клиентов, я устал от всех вас, мне с вами неинтересно, но ладно так и быть, я вам помогу. И это в первую очередь читается здесь. Я тебе предлагаю рассмотреть вот какой вариант. Вот был твой текст, вот как я переписал. Я занимаюсь маркетингом 10 лет и видел некоторое дерьмо. Как маркетологи вешают лапшу, как они выписывают всякую фигню, как они рисуют отчеты и так далее, и так далее, и так далее. Я видел, как компании пытались с нуля решить проблемы, которые до них решали много раз, но в силу того, что вся эта информация скрыта, ее нельзя просто так достать из интернета. Я владею этой информацией и хочу помочь вам не допустить тех ошибок, которые допускают все. Я на вашей стороне, я для вас, я прихожу послушать ваши уникальные проблемы, чтобы найти те решения, которые другие люди уже нашли, но не рассказывают другим. Ни в коем случае нельзя говорить, что ваши проблемы не уникальны. Вообще строго запрещено говорить людям, что я уже сто раз такие проблемы, как ваши, решал, и вы для меня просто очередной проект. Людям это неприятно слышать, что они не уникальны, что их проблемы тебе абсолютно понятны, и ты вообще как бы, что вы тут подошли, идите нафиг, у меня обед. Вот немножко хамство у тебя здесь сквозит, и это очень неприятно по тональности. И это видно вот в этой картинке, видишь, какое-то пренебрежение, типа маленький мышонок. Люди, которые у тебя заказывают консультацию, это не маленькие мышата, это люди, которые набивают шишки, ты им помогаешь защититься от этих шишек. Лучше знаешь будет мем, где солдат, у которого в спину прилетают всякие топоры и гранаты, и он этим защищает мирных жителей. Вот это виднее лучше, чем вот это. Ну и как бы говоря про эту картинку, в целом давай закончим про общую эстетику и красоту. В плане эстетики гигиены у тебя все пока собрано на коленке, и это может быть очень хорошо, и может быть очень плохо. Я уже как бы эту страницу видел, я немножко ее подшаманил. Проблема этой страницы в том, что она изначально была набрана вот этим вот шифтом работы. Я его скинул для того, чтобы можно было более-менее читать. Тонкие работы, это одна из стандартных вещей, которые есть в тильде, и это вот уже вот здесь сидит. Вот эти вот все оттупы тильдовые, верстка тильдовая, вот это вот все, оно тильдовое. Когда ты это скидываешь, когда ты вот здесь отменяешь эти шрифты, оно мгновенно становится более свежим и более спокойным, более нейтральным. Потому что от него больше не воняет вот этими вот собранными на коленками сайтами. И пойми, ничего плохого в том, что сайт собран на коленке нет. Но в своем случае в этом нет необходимости. Плюс работа тонкие, плохо читается на больших массах текста. Как сейчас намного лучше. Это без работы, это просто ареал. К Джорджи нет вопросов, она такая как бы журнальная, веселенькая, все хорошо. Но стоит вот этот шрифт скинуть, чтобы до стандартного, чтобы работа больше не появлялась. Но вот сравни, вот это вот прям орет тильда, тильда, а это нет. Также фотография абсолютно непонятна, зачем ты себя утопил в тени. Нужно просто обычную нормальную фотографию поставить. Непонятно, зачем вот здесь фотография в полоборота, хотя ты вроде бы оказываешь людям услуги лицом. Ты же не так их будешь консультировать. Ты же будешь консультировать их в лицо и помогать им будешь в лицо. Ну то есть тоже странно. Дальше у тебя странная, вот это вот не твоя картинка ворованная, сильно дешевит твою подачу. Дальше вот здесь у тебя слепой перечень, тут гораздо лучше будет смотреться под заголовки, когда у тебя здесь будет написано, в каких ситуациях ко мне обращаются. И здесь под заголовками будет написано, какие это будут ситуации, 2-3 ключевых слова. Отзывы все абсолютно требуют акцентного, требуют добавления акцентов. Показываю пример. Отзывы на один из моих курсов. Длинное полотно текста, сбоку цитата. Длинное полотно текста, сбоку цитата. Длинное полотно текста, сбоку цитата. И еще есть проблема у тебя здесь, когда ты показываешь, как выглядят твои консультации. Это выглядит довольно крипово, что все, что мы видим, это замазанные лица клиентов. И иногда таких, как ты, двое. Типа ты и еще твой какой-то, видимо, бот для сбора обратной связи. Вместо этой фотографии нужно поставить, где у меня оранжевые прямоугольники, скриншоты чего-то интересного, что у вас происходит. Графики, личные кабинеты, текстовые документы и что-то. Тогда это будет смотрибельно. Потому что сейчас на этом месте абсолютно нечего смотреть. Ну и в целом, как бы вертикальные отпы все левые. Все как бы задизайнено плохо. Все дырявое. Вот это вот дырки, дырки. Все в дырках. Дырки разные, причем везде в разных местах. Это все создает ощущение общей неряшливости. Зачем? Когда можно нет. Возьми мою страницу проконсультироваться. Тут нет ни дырок, тут в два с половиной раза короче, без каких-либо эмоциональных моментов и в одном месте шуточка про то, какой я крутой. Посмотри эту страницу. Гляньте, зайдите. Как Михаил поступит с этими страницами, посмотрим. Переходите по ссылкам и сравнивайте, вот что у него было. Вот это вот ужас, да. Поставь нормальную фотку, ради бога. Сравнивайте вот это с тем, что будет у него сейчас. Найдите 10 отличий. Если найдете, напишите в комментариях, что Михаил изменил и изменил ли что-либо. Он это видит с недели за две до публикации, надеюсь, что он что-нибудь поменяет. И если ты очень хочешь, настаиваешь именно на этой фотографии, окей, но закажи это у художника. Пусть тебе это нарисует клевый художник, а не воруй чужую картинку из интернета. Если вам нужны такие же разборы только про вас, можно это сделать приватно, можно это сделать публично. Это стоит разных денег. Это все стоит своих денег. Ссылки будут внизу. Обнял, поцеловал. Пока.